Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Фокусе Марду» и я Елена Соколовская. Рядом со мной в студии сегодня Павел Кузик, заместитель директора Центра культуры и информации города Марду. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Елена. Павел, расскажите, как вы оказались в Марду и, собственно, чем вы там занимаетесь? Ну, все очень просто. Я родился в городе Марду и в один момент решил связать свою жизнь с этим городом. 8 лет назад я начал на таких частных началах организовывать различные мероприятия, в основном спортивные. Ну, чувствовалось, что молодежи в городе просто не хватает различных таких интересных вещей, как они могли бы свое время провести, и вот начал там с мероприятий по воркауту. Вот 8 лет назад было очень такое популярное движение «Турники Брусья». И как-то меня вот эта вот тема с организацией мероприятий очень сильно захватила, что я начал дальше развиваться и со спорта уже перешел в культуру. Я начал играть в КВН, 6 лет отыграл в КВН Эстонии и начал чувствовать вот эти мероприятия изнутри. Вот КВН на самом деле очень большую школу дал в плане организации мероприятий, потому что когда ты пишешь сценарии, когда ты выступаешь, готовишься, ты начинаешь понимать вообще динамику, начинаешь понимать драматургию мероприятий. И начал применять этот опыт уже в организации культурных мероприятий. И с 1 июня 2016 года я поступил на работу в Центр культуры информации, на должность руководителя проектов и занимался молодежным направлением. И в прошлом году, с 1 июля прошлого года, 2019, меня повысили до должности заместителя директора. И теперь, как заместитель директора, вы организуете масленицу, которая у нас будет 1 марта. Расскажите подробнее об этом. Да, это наше традиционное мероприятие, проводится уже несколько десятилетий, и мы не собираемся отказываться от этой традиции. В этом году будет очень интересный праздник, 1 марта. Обычно на масленице всегда есть снег, и мы, конечно же, используем эту возможность. Вот в этом году перед нами, как перед организаторами, стоит большая такая задача. Найти снег. Найти снег. Как сделать это мероприятие таким интересным, но без снега. Да, будет очень интересная программа, будут ансамбли, как наши городские выступать, так и из города Таллина, из других самоуправлений. Все закончится красочным фейерверком и сожжением чучела. Начало культурной программы в час дня, торговля уже будет работать с 10. Программа будет очень разнообразная, насыщенная, поэтому я думаю, что каждый посетитель этого праздника найдет для себя что-то очень такое интересное. И стоит отметить, что в 3 часа начнется бесплатная раздача блинов. Я думаю, всем это тоже очень понравится. А у вас еще помимо масленицы будет еще ярмарка. Чем отличаются эти мероприятия? Ну, масленица – это такое традиционное языческое мероприятие, которое выдержано в определенном фольклоре. А весенняя ярмарка – это всегда праздник, когда… Если осенняя ярмарка – это праздник урожая, то, скажем так, что весенняя ярмарка – это праздник саженцев, это праздник подготовки к такому фермерскому сезону. Там можно приобрести различные саженцы, можно посмотреть интересную культурную программу и, в общем, развлечься, настроиться на жаркое и теплое лето. Надеюсь, оно будет в этом году. Будем надеяться, как зима, так и лет. Скажите, пожалуйста, вот в этом году Марду празднуют юбилей. Это каким-то особым образом будет отмечаться в городе? Да, 18 июля в парке Келами пройдет очень большой масштабный праздник. Да, 40 лет – это, конечно, не такая большая дата. Кто-то говорит, что 40 лет вообще не нужно отмечать. Но мы несуеверные люди, поэтому мы сделаем очень большой масштабный праздник. Подключены уже все городские учреждения, все коллективы, все оповещены, что у них тоже будут там определенные задачи. Там будет обязательно шествие, обязательно все наши коллективы будут выступать на сцене. Также будут приглашенные звезды. Но пока я не буду разглашать, кто к нам приедет. Раскрывать карту. Да, пусть будет секрет. Там еще надо масленицу красивую сделать, весеннюю ярмарку. Конечно же, Иванова ночь у нас впереди, тоже наши традиционные мероприятия. Точно, а что там будет? Через костер будем прыгать? Ну, это, конечно, чревато травмами, поэтому просто будет красивое сажение костра, красивая программа и красивый фейерверк. Понятно. Павел, вы тесно связаны с молодежно-волонтерской организацией «Компас», насколько мне известно. Да. Вы как-то их курируете? Расскажите немного про эту организацию, откуда она взялась и чем вы там занимаетесь? Ну, необходимость в активной молодежи в нашем городе всегда была. И действительно, эти ребята, они всегда появлялись в школах и как-то на уровне города их особо не подключали в предыдущие годы. И сейчас вот при увеличении количества мероприятий в городе чувствуется, что мысли молодежи, рука молодежи в организации этих мероприятий тоже нужна. И мы с коллегой Альбиной Норленд из Самарусской горы правы, она специалист по молодежной работе, решили сделать такую организацию «Компас», где у нас будут активные молодые люди, которые будут также генерировать идеи, придумать мероприятия и помогать в организации городских мероприятий. Ну что, спасибо, Павел. А мы, собственно, передаем слово членам этой организации, членам молодежного горсобрания города Марду, Алексею Петрову и Тиграну Голумяну. Здравствуйте! В эфире специальный молодежный выпуск программы «Фокусе Марду». Меня зовут Тигран Голумян, я вхожу в молодежное горсобрание Марду и молодежную организацию «Компас». Я, Алексей Петров, так сказать, коллега Тиграна. Самая наша главная тема в этом месяце – это визит наших друзей из французского города Ла-Сен-Сюр-Мер. Прошлой осенью делегация мардуской молодежи посетила этот город и завязала его контакты с ребятами из Франции. С тех пор мы много переписывались и решили, что настало время нашим французским знакомым показать Марду. Мы надеемся, что наша дружба приведет к чему-то большому и интересному, например, к сотрудничеству в международном проекте «Эрасмус». Однако это не единственное, чем мы занимаемся, свободное от учебы время. Например, мы проводим благотворительные акции. В начале февраля другая добровольческая организация «Марду Эмаделин», то есть город матерей, провела ярмарку, доходы которой мы, «Компас», передали приюту Касси Аби. Это не первый наш визит и, надеемся, не последний. Кроме того, 24 февраля, в День независимости Эстонии, добровольцы «Компаса» раздавали горожанам сувенирные эстонские флаги. А на следующий день, 25 февраля, наши ребята поехали на экскурсию в Риге Когу. Нам показали здание парламента, мы также посетили башню Длинного Германа. Уже совсем скоро, 1 марта, в «Марду» пройдут традиционные масленичные гуляния. Ребята из «Компаса» не останутся в стороне. Мы будем помогать проводить конкурсы, развлекать гостей и поддерживать организацию. Свою работу мы планируем каждый месяц. Помогает нам в этом Мардуская горуправа и Центр культуры. Конечно, мы всегда стараемся действовать по намеченному плану, но никогда не бываем против экспромта. На этом мы заканчиваем наш специальный выпуск и встретимся в эфире через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова